Началось все довольно неожиданно. Он меня взял с собой в составе делегации культурной, взял с собой в Ереван на юбилее республики. Там был Леонид Ильич Брежнев и все, в общем, государственные деятели. И вот мы там с ним, после того, как была его встреча с кем-то там, я сейчас уже твердо не помню точно в каком-то районе, он попросил меня после своей большой речи что-то спеть. После этого мы с ним прошлись, подъехали когда гостиницу, он говорит, ну, Судин, давай мы с тобой немножко прогуляемся. Мы с ним прогулялись около гостиницы, в общем, довольно долго ходили. Он говорит, Муслим, есть ко мне какие-нибудь просьбы? Я говорю, нет, Едеральевич, все в порядке, никаких просьб нет, у меня все хорошо, спасибо. Поговорили о искусстве, о музыке, об Азербайджане, как дальше вести себя в нашей культуре и так далее. А потом, когда летели обратно, ко мне подошел некий писатель, он подошел из его отсека, это был его личный самолет, я как еще человек, мало с ним знакомый, сидел вместе со всеми, а он там сидел у Гейдара Алиевича, это известный наш писатель, он ко мне подошел и говорит, что ж ты, Гейдара Алиевича, не сказал о своих проблемах. Он меня, говорит, сейчас спрашивал, как Муслим, я ему рассказал, что у тебя же квартира общая. Я говорю, ну что же, я первый раз с ним познакомился и сразу должен общий свои проблемы ему рассказать. Он говорит, что, ну смотри, я ему сказал, что у тебя очень плохо с квартирой. Ну, в общем, короче говоря, я приехал уже когда в Баку, мы с ним встретились, а он сказал, что выбирай любую квартиру. Вот так мы с ним познакомились, он понял, что, в общем, я человек не из тех, которые сразу лезут в душу и начинают что-то для себя требовать. И он как-то меня зауважал, в общем-то. А потом это уже потихонечку, потихонечку превратилось в душу. Он закатил нам свадьбу с Тамарой Ильиничной у себя во дворце в Азербайджане. Погуляли, попели. Ну и потом у него очаровательнейшая была супруга, покойная, Зарифа Азизовна. Она была нам как мать. Потрясающая совершенно женщина. Мне понравилось, что она при всех Дейдара Ильича называла на вы. Дейдар Ильич, вы чудно сегодня выглядите, Дейдар Ильич. Вы так хорошо говорили сегодня по телевидению. Дейдар Ильич, молодец, дай бог вам здоровья. И я все-таки сидел и думал, что он всю жизнь его на вы называет, что ли. А как-то что-то такое. Я попросил Дейдара Ильича меня принять и выслушать. Что-то там надо было по нашим музыкальным делам. Не моим, а кому-то надо помочь. Я только с этим к нему приходил. У кого-то из певцов, из музыкантов. Квартиры в Баку не было, еще чего-то. Короче говоря, я прождал три дня, смотрю, не ответ, а не привет. Я позвонил, Зариф я один, я говорю, Зариф я один. Что ж, я сижу, жду, жду. А мне надо в Москву ехать. А я тут сижу, жду, пока Дейдар Ильич освободится. Она говорит, подожди. Взяла другую трубку, я слышу поток к нему. Дейдар, ты что держишь? И на ты. Ты что держишь мальчика? Ему надо в Москву ехать. Давай, прими его. Он сразу же, конечно, меня принял. Ну, что, как, в общем, и, конечно, все было сделано. Совершенно очаровательная семья, очаровательные дети. Сейчас очаровательные внуки. Ну уж, или, честно говоря, началось с того, когда, Дейдар Ильич, мы были с Тамарой в гостях, он говорит, я, говорит, себе не представляю, если со мной что-нибудь случится, кто будет на моем месте. Все, говорит, меня предают, те, к которым я прекрасно относился, все для них делал, они меня предали. Это действительно было так. И я, говорит, не знаю, а кто после меня будет. И я, вот, Тамара не даст соврать, я говорю, Дейдар Ильич, а вы не подумали о Бельгаме? Он на меня так посмотрел, они переглянулись, и он, видимо, подумал, интересно, он знает, где-то подслушал, или это он отдуширует? А я действительно отдушил и сказал, потому что Ильгам уже показывал себя там тогда как очень неглупым человеком. и я подумал, что если у него будет хоть чуточку от Ильдара Ильича, это уже достаточно будет для республики. У меня были неприятности в Москве. Тогда меня там запретили на полгода за то, что я где-то получил немного больше денег, чем должен был. Тогда это очень было сложно, сложно, строго к этому относились, как-то совершенно непонятно. Хотя я ничего, не взял никаких денег так лево из кармана в карман, везде расписался, и так далее, и так далее. Но это был большой скандал. И меня запретили на 6 месяцев. Вдруг Андропов, тогда он был председателем КГБ, решил, что я должен принять участие в концерте годовщиной комитета безопасности. И позвонил Фурцеву и сказал, что Екатерина Алексеевна, я хочу, чтобы был Магомаев. А Екатерина Алексеевна говорит, вы знаете, ведь он у нас наказан. в запрете сейчас. Он отдыхает. А он говорит, а у нас, он говорит, очень чист. И мы хотим его видеть, мои ребята. Хотят все его видеть. Ничего не оставалось, как позвонить в Баку, в тот же... А я сказал, не хочу. Вот не хочу ехать. И все, меня освободили на 6 месяцев. Я буду отдыхать, а я действительно в то время заканчивал консерваторию. И тогда меня вдруг там вызывают в комитет. Вот тогда первый раз я увидел Гейдара Алича и даже, в общем-то, особенно не обратил внимания, потому что был на нервах, естественно. И вот он тогда говорит, ну вот, говорит, Муслим, звонили из Москвы и просят вас на торжественный вечер, посвященный комитету. Ну, я говорю, что нет, я не могу поехать, потому что меня там обидели. Сказали 6 месяцев отдыхать, я буду отдыхать. Ну, тогда он очень так сказал, Муслим, ну, вы испортили, ты испортил, он, а ты сразу же говорил, испортил отношения с Министерством культуры. Ну, не надо портить отношения с Комитетом госбезопасности. Я говорю, понял, понял, понял. Еду, еду. И все. Ну, даже меня не столько он напугал, сколько он очень какой-то был обаятельный и очень внушительный. Как-то он сказал, как отрезал. И мне все стало ясно. Вот это было наше первое знакомство. Своей личности. Да, он, причем он был уже, в общем-то, у него семья вся артистическая, художники, и, в общем-то, он сам бы был прекрасным артистом, прекраснейшим. Потому что каждая его речь, это была полна артистизма. Он, например, финал, когда ему нужно были аплодисменты, как нам, например, артистам, мы знаем, что если мы сделаем красивый финал, в основном все можно спеть еще так себе. Но вот главный финал, и народ начинает аплодировать и кричать ура. То же самое он делал в своих речах. Он начинал с тихого, тихо, тихо, потом шел мецо-форте и на форте, заканчивал, тут уже ничего не оставалось. Дальше, который не хотел аплодировать, он будет ему аплодировать как певцу просто, как музыканту. Он, конечно, удивительный был музыкальный человек, артистичный и разбирался, он и рисовал уже в свое время. Он и стихи, наверное, писал наверняка, он прекрасно пел. Вот есть даже фотографии, где я аккомпанирую, они с Ламарой поют, там, буэтом. Ну, вообще, это совершенно был другой человек. Вот, если те, которые его видели на посту, когда он мог говорить долго о непорядках, о нечестных людях, о плохих работниках, это совершенно был другой человек. И совершенно иная личность была в доме. Это была симпатия, это был, ну, просто красавец, во-первых, статный, умница. Я удивляюсь, как азербайджанец так выучил русский язык, он говорил с акцентом, но по-русски он говорил лучше, чем Горбачев и там ноги рядом сидящие. Его хоть можно было понять с полуслов. И то же самое и про Бориса Николаевича, могу сказать, тоже не очень понятно было, что он хочет сказать. Этот человек, говорю, от начала до конца, он будет говорить четыре часа, будет каждое слово его понятное. И вот я уже говорил о его отношении к людям. Чем лучше он к людям относился из своего приближения, тем быстрее они его сдавали. Наверное, вот так вот пословица не делает добра, не получишь зла. Я не могу привыкнуть, что это пословица очень хорошая. Но, к сожалению, она правильная выходит. Люди, к которым относился средне, они остались при нем, а те, кого он любил, все, к сожалению, его предали. Не все, но большинство, будем говорить. несколько переменился после смерти Зарифа Азизана одно время. Он очень похудел, он какой-то был нервный, но все равно, когда он разговаривал себя в доме, в семье, он говорил достаточно ясно, правда, все время какими-то воспоминаниями. А потом, когда он уже стал опять же президентом республики, во главе, у него все ушло, он стал опять прежним Азизаном. Я говорю, что я с ним, мы с Тамарой с ним виделись один раз. Мы приехали здесь в Москву, к нему, когда он был очень похудевший, очень осунувшийся, приехали на дачу, он еще тогда в горках 10 жил. Но уже было по нему видно, что он собирается из Москвы уезжать. Он был очень болезненный, худой, очень такой опущенный и все время о чем-то думающий. Видно, что он не очень хорошим. Ну и вот потом все-таки уехал. Мы на Хичеване уж не могли с ним увидеться, что надо было туда ехать, к сожалению, в общем, не получилось. Некоторые люди сделали так, что не получилось. Когда я просил поговорить по телефону, например, один министр у нас, он в этот момент сказал, мне приходите к этому времени, приходи, к двум часам, я тебя соединю. Я пришел и увидел там другого из Москвы, товарища, тоже которого я знаю. И был сделан, вот видишь, не могу при нем. При нем прекрасно было можно пойти в другой кабинет, из другого кабинета соединить. Я прекрасно знаю этого человека, я сразу все понял. Ушел, ничего страшного. Поэтому, к сожалению, в это время мы не общались. Но зато, когда он вернулся обратно, уже тогда все стало на своем месте. Как-то были мы в сезармонии, он был на концерте симфонического ортестра Ниази с нашим великим дирижером Ниази у нас был такой. Ниази сказал, ну, все хорошо, вот видите, Гейдар Ильич, когда вы пришли, с вами все пришли ваши друзья из президиума, из, там, я не знаю. А вот вы, как хорошо было бы, если бы вот так всегда приходили. Извините, он тогда был секретарь ЦК. Ну, вот хорошо бы. Он говорит, да, ну, ладно. И он, значит, определил день. Они всей группой, он собирал все свое бюро и тащил их на концерт филармонии. Можете себе представить, что это было? Люди изнемогали. И когда в жизни столько симфонической музыки не слышали, все-таки три часа концерт не озидовал. Да еще глинка чайковский, они бедные, только муганты и привыкли слушать. Или какую-нибудь странную хорошую музыку. И вот они спали, сидел, кто спал. Генера лично так просматривал, кто спал. Потом ему доставалось очень сильно. Говорит, спать дома надо. И в общем, короче говоря, это все было очень смешно, но и грустно. И вот так он заставлял людей ходить в филармонию, ходить на выставки своих людей, я имею в виду. Ну потом потихонечку уже все привыкли, ну надо, надо. И вот это продолжалось до конца его. Все знали, что вот это надо этот день запомнить, набраться духа и прийти на концерт в филармонию. Или он ходил по выставкам, водил всех за собой. Любые культурные мероприятия обязательно всегда он посещал все концерты с гастролерами из России. Алла Борисовна приезжала он тоже пришел обязательно, хотя Алла Борисовна тогда была так немножко не в фаворе везде. А он пришел, выслушал концерт, после этого сделал прекрасный прием в честь нее. И так он в общем очень любил искусство и знал его хорошо. Он прекрасно вот Тамара рассказывала тогда, что он готовился причем перед каждым спектаклем например Большого театра на гастролях Большого театра в Баку. Если он собирался посетить спектакль, то обязательно ему приносили коротенькую литературу об этом спектакле когда он создан кем кто либритист кто в свое время пев этих спектаклей из великих певцов и так далее ему достаточно было этот листик просто просмотреть удивительно просто просматривал клан приходил на спектакль и после этого он сидел то есть стоял и долго долго рассказывал об этом спектакле благодарил артистов всех и говорил о Чайковском и либретто когда это было написано кто первый пев это все все конечно вот родинов рот так и слушали артисты Большого театра не все знают о Чайковском а он оказывается все знает удивительно было в этом отношении человек конечно но здесь наверное еще хорошая память вообще комитету госбезопасности необходимо ну уж наверное не про Чайковского и про всякие либретто и оперы но это у него тоже прекрасно получалось все запоминал ему интересно это было он например сидел с явным удовольствием на всех спектаклях на всех симфонических концертах сидел с удовольствием это не знает что он скучал а что в душе артист все равно артист прекрасно пел музыкант в общем все нормально его не стало к сожалению у меня была сильная депрессия плохо себя чувствовал и выехать я в Баку не смог это вызвало очень много недоумений как это блестит руку друзья мне сказали не знали почему это все и мне не только там в Баку я не выходил за ворота собственного дома на машине только доезжал до дачи там мог и на машине приезжал по городу я вообще не ходил и вот буквально только недавно так отошел а так даже какие-то статьи начали появляться что Магомайу с умом произошло еще что-то такое но это просто была элементарная депрессия и все это вот случилось как раз с уходом Гейдара Альича и вот как-то совпадение было и все это было очень неприятно а вот поэтому мы его с Тамарой видели вот когда мне было 60 лет мы спраздновали Баку шикарно сделали сделал мне юбилей три дня он говорил обо мне потому что первый был во дворце республики второй день был на приеме на банкете который сделал в честь моего дня рождения и третий был на вручении ордена три дня он говорил но наверное по часу не меньше и за три дня он не повторил ни одной фразы я не знаю как так может получаться у человека которому не 30 и не 20 лет вот такой он был человек и это загадка в общем тоже говорить три дня подряд об одном и том же человеке ни разу не повторится брать какие-то разные он говорил то что я сам о себе не помню у него память прекрасная ему достаточно один раз прочитать прилистать книгу и все он уже ее знает у меня еще дядя такой был который заменил мне отца он читал книгу вот так я говорю и все и вы все знаете ну да и рассказывал все что почему но это люди такие я должен обязательно вникать долго перечитывать так что завидую таким людям конечно но это бог одаривает такими способностями во всяком случае могу сказать что Дейдар Алиевич бог относился прекрасно это настоящий политик государственный который мог бы быть руководителем любой страны и не только советского союза бывшего он мог быть в любови в любом государстве мира ему все удавалось что он хотел во всяком причем что задумал он сделал задумки были очень большие это не просто задумать что-то перенести здание отсюда туда во всяком случае это был великий деятель политический и великий отец великий гражданин великий семьянин и великий друг вот и все что я могу сказать до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok